В день физкультурников парки Наташинские пруды состоялось торжественное вручение золотых значков ГТО. Наивысшую награду за выполнение спортивных нормативов получили жители разных возрастных категорий. Подробности расскажет наш корреспондент. Движение ГТО стремительно набирает популярность. Каждым годом все больше жителей городского округа Люберцы проверяет уровень своей физической подготовки. В этом году к выполнению нормативов приступили более 2000 человек. Около 600 спортсменов разных возрастных категорий стали обладателями золотых знаков. Среди них и директор роллер-дрома в парке Наташинские пруды Анастасия Кулик. Комплекс ГТО сдала еще в апреле. И вот долгожданная награда в руках. Это очень почетно. Знак ГТО это еще со времен нашей молодости, со времен нашего детства. Это очень почетный знак. С гордостью буду его носить. И привлекать молодежь тоже для того, чтобы они занимались спортом. Развиваем спорт. Вводим его в массы. Один из самых юных обладателей золотого знака ГТО – 10-летний Роман Внуковский. С 5 лет занимается теннисом. Мечтает стать профессиональным спортсменом. Я сдавал в мае нормативы. Там бег на полтора километра подряд. Метание мяча. И я сдавал отжимания. Я доволен собой. Это значит, что есть результат. И то, что нужно идти в свои цели. Всего в День физкультурника наивысшую награду за отличную физическую подготовку получили 5 человек. Присоединиться к выполнению комплекса ГТО могут все желающие. От 6 до 70 лет и старше. Луиса Айки Азарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.